мир всем вы на канале приют ангела с вами народный батюшка и я выскажусь для одной женщины которая сегодня позвонила и рассказала что у нее сложная ситуация я не буду уж очень подробно все рассказывать чтобы не обозначить ей как бы не навредить но она заключается в том что ближний у нее человек близкий для нее человек наркоман таких конечно сейчас десятки тысяч поскольку на самом деле перестали говорить о наркомании никуда она не делась и также и распространяют как мы видим последние кадры про наркоманию я каждый день сейчас по телевизору видать как-то усилили маленечко я прямо вижу прямо тоннами грубо говоря ну не тоннами конечно над килограммами изымает изымает лаборатории какие-то в лаборатории там в день по 50 килограмм ну что это же все потреблялось это же значит все это на месте есть поэтому те кому я сейчас обращаюсь к кому хочу сказать свои какие-то такие советы я и говорю их и первое что я хочу вам сказать что вы должны осознать что наркоман он не принадлежит себе не принадлежит он принадлежит наркотику это первое что нужно запомнить потому что как правило начинают пытаться его вывести из этого состояния через управление собой что ты вот давай-ка а ты вот ты ты чуть-чуть вот что-то а он не управляется мой он не принадлежит если бы он принадлежал вы бы его не считали наркоманом он не дошел бы до такой степени если вы определили что он наркоман значит он уже не принадлежит себе это первое что нужно понять второе что нужно понять наркотик на 90 процентов физиологическая проблема физиологическая духовной она ним не может быть только потому что этот человек вышел из духовного мира из духовного состояния даже если он там как-то к церкви относился или еще что-то когда-то ходил лишь он вышел и поэтому действие на него через духовную сферу она практически невозможно а некоторые особенно верующие говорят о дед зачем там лечение сейчас мы поедем к старцу поедем значит в церковь там свечки поставим свет святой водички значит побрызгаемся это все имеет надобность но не первостепенное это сто процентов не у нас по канону пьянице полагается пять лет отстранения от причастия воведение его из состава верных в состав либо вообще неверных либо оглашенных не только через пять лет после окончания алкогол значит вино пития сказано уж не алкоголизма его опять допускают к общению к причастию то есть тогда считается что на него дух святой начинает действовать когда пройдет пять лет после винопития наркомания гораздо тоньше и тяжелее она на мой взгляд требует вот такого вот вот серьезного отношения к ней минимум 10 лет минимум хотя я абсолютно уверен что так вывести из первичного состояния в разумное состояние можно за полгода или за год но относиться к тому что ты еще человек не духовный и бог тебя еще не держит за за шкирку нужно лет десять иначе можешь и сорваться и и и и кстати так это в общем то и случается поэтому это физиологическое заболевание ну еще точнее это токсическое заболевание то есть это отравление ядами вот таком виде сейчас когда идут синтетические наркотики это точно просто яды которые вот так выбивают мозги и так действует на на состояние которые все-таки отравление а не просто наркоман он принимает это как будто вот он стаканчик вина выпил и это наркоман третье что нужно точно понять наркоман не может вытерпеть боли которые предоставляет ему наркотик не может вытерпеть самостоятельно не может вытерпеть конечно сейчас вот синтетические наркотики я не совсем точно знаю как они действуют насколько они вот этот ожог внутри наркомана создают я конечно в то время слышал от профессоров от специалистов тех кто этим занимался вот составляющие именно даже вот проверенную на всех этих приборах и так далее что такое боль наркомана и вот тогда мне уверяли они что это боль ожога как будто две трети тела обожжены и прямо мне виталий александрович семенов говорит ну ведь не требует от того у кого такой ожог что ты потерпи ты как-нибудь справься да давай ты вот тихо значит посиди немножечко его же положат в ванну его зальют специальным раствором ему будут обезболивающие давать чтобы он вышел из этого состояния а наркоману почему-то у которого мозги сожжены внутренности все сожжены у него мышцы все все сожжено говорят потерпи потерпи не может наркоман сам справиться с этой проблемой поэтому чтобы не упускать время ищите сразу специалистов которые относятся к наркомании как физиологическому заболеванию как к заболеванию токсическому который нужно вывести сначала эти токсины сначала освободить его от их воздействие а потом уже и думайте как вернуть во первых сначала психологическое его управление он собой не управляет как правило управлять тем кто не может сам управлять может кто-то авторитетный около него как правило те кто продает наркотик и становятся такими авторитетами они управляют им а ты вышел да ну да ну потерпи потерпи да и они никогда его не отпустят заработок тех кто продает наркотики заключается в том что они имеют этого наркомана у себя как потребителя они никогда не способны вам помочь тем более что чаще всего до конкретного вот потребители доходит именно с такие же наркоманы он зарабатывает на нем для того чтобы самому вот эту боль преодолеть и поэтому если вы пытаетесь включить состав те кто вам помогает уйти от этой проблемы а перед этим он продавал эти то есть на совесть их давить там или еще что-то какое-то значит это абсолютно бесполезная тема абсолютно не ищите и если нашли того кто продает просто сдайте его в полицию просто сдайте не договаривайтесь ничего и все равно вашего не отпустят пока они знают что у него есть деньги пока они знают что у него что-то можно вытянуть если у вашего есть машина квартира там или еще что то они будут тянуть все с него пока им все это не перейдет только только если они увидят что с ним опасно общаться поскольку его пасет полиция вы и можете каким-то образом его обезопасить но лучше ему уехать в период трезвости и пропасть вообще из поля зрения а там куда приедет никогда не вспоминать что он был наркоман иначе они всех обсматривают и если он вспомнит что ну года два три назад я применял все его опять поймает потому что 10 лет это минимум для того чтобы уж вот так совсем все твердо и хорошенько закрепилось ну и самым ближним перестаньте страдать то есть тем кто может взять его в руки и управлять им во время какого-то периода трезвости можете быть только вы если вы каждой минуту его трезвости пытаетесь ему опять что-то внушить что-то научить и заставить его самостоятельно действовать вы абсолютно глупый человек если вы за 10 15 18 лет пока он был трезвым ребенком не смогли ему этого внушить и научить то за несколько дней трезвости если он попытался выйти из этого вы точно этого не сделаете вы не сделаете за ближайший год вы не научитесь объяснять ему правила жизни и помогать в этих правилах иногда в сниженном состоянии чем он начинал он например успешным бизнесменом свою наркоманскую значит путь имейте ввиду что теперь ему все нужно сначала пройти или успешным студентом теперь он вернулся в неуспешного школьника вот так надо вот это все и понимать что сейчас ему главное не самостоятельность самостоятельность у нас очень редкие люди бывают самостоятельно ему сейчас самые главные правильность то есть вот понять правила в которых он может жить достаточно трезвый и достаточно сыто и только этим правилой помогать ему соблюдать ну вот так вот какие-то короткие из прошлого хотя не из прошлого каждый год приходится беседовать с несколькими семьями и страдающими и поэтому вот эти советы я и сейчас выдаю и бог вам в помощь бог вам в помощь помощь каждого духовного человека наркоману ну может быть только в духе в духе пока в вас самих нет духа из которого идет слово и у которого спокойная душа вы ничего не сможете сделать так что успокойтесь и войдите в дух и в духе и можете ему чем-то помочь здоровья вам всем радости ну и поменьше таких проблем жуткие проблемы и алкоголизм никуда не уходит и наркомания никуда не уходит все это а в депрессии еще и увеличивается все это то с чем еще бороться и бороться аминь 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 Продолжение следует...